Агентство Минск новости Оксана Канашинс. Александр Григорьевич, череда Ваших поездок по областям и работа в регионе натолкнула на такую мысль, что без президента многие проблемы будут висеть мертвым грузом. Конституция принята. И честно скажите, готовы ли сегодня на местах работать и принимать решения? Если кто-то и не готов, заставим. Не может, научим. Если надо подучить. Но кто не хочет, вы знаете мою политику. Но не знаю, недостаток этому или нет. Я человек военный. Делай, как я в армии. Такой принцип. Делай, как я. Я всегда такую проповедовал политику. И если правильно вы заметили, я сегодня раздеваюсь и бегаю по стране, шевелюсь, ну так я не позволю кому-то просто сложив руки сидеть. И умные люди, заметив это, побегут следом. Кто, как в народе говорит, отстанет и упадет, ну что ж, поднимем, на другую должность переведем. Кто будет вредить, тоже знаете, что будет. Поэтому, правильно вы заметили, в этом есть какой-то смысл. Ребята, надо раздеваться и бежать. Бежать, бежать, даже если вот такая жара. Я вот смотрю на этих ребят. Простые ребята, комбайнеры особенно. 33 градуса на улице. И вот они на этой жаре, они бедные мучаются и убирают этот хлеб. Сегодня, завтра закончим. Все у нас будет в этом году. Я уже зерно, зерно, 11 миллионов. Это очень важно. Вчера допрашивал по кругу всех этих, до Крупко-Гомеля дошел. И я уже их подталкиваю к тому, что начинает подсыхать кукуруза на таких засушливых песчаных местах. Надо ее убирать. Надо сенаж выкладывать. И не надо бежать за 11 миллионами зерна. Мы можем получить и 12, но надо всю кукурузу убрать на зерно. Я как посмотрю на эту массу, мне жалко ее. Из кукурузы надо заготовить столько зерна, сколько надо. Остальное сила с кукурузной должен быть. Это значит перемелется зерно и вот эти все стебли, початки и так далее. И получится сила. Сладин Адимовичем разговаривал. Как урожаю, у тебя ничего. Говорю, смотри, ты там в России нам. На всякий случай полмиллиона тонн зерна отложили. Отложили, всякий случай. Да не волнуйся, миллион продадим все. И по сходным ценам. То есть с Россией у нас будет все обеспечено. У нас животноводство больше развито. Я ему говорю, мы тебе молоко, мясо завезем. Надо будет зерно, чтобы поднять животноводство. Сколько надо, столько будет. То есть мы постоянно обсуждаем эти экономические вопросы и видим, что нам надо. Мы, белорусский народ, не бросим. Все будем бегать, одевшись, раздевшись. Но мы обеспечим свою безопасность. И продовольственно у нас все есть, что нам необходимо. Мы потребим внутри страны столько, сколько продадим. Больше 7 миллиардов долларов мы получим только за продовольствие. Ну а за эти деньги купим и газа, и нефть, и все остальное.